В начале этого года вступили в силу установленные правительством поправки к обязывающим правилам, определяющим порядок предоставления социальной помощи, чтобы уравновесить эту поддержку в разных самоуправлениях страны. Новые правила более благоприятны для самых незащищенных жителей. В то же время в Даугу вбился, где размер поддержки для некоторых категорий населения выше, чем в других самоуправлениях страны, в ряде случаев критерии для получения статуса малообеспеченного домохозяйства станут несколько строже. Однако самоуправление ищет решение для оказания поддержки всем жителям, которые оказались в экономически сложной ситуации. С 1 января значительно увеличился гарантированный минимальный уровень дохода. Порог доходов для оформления статуса малоимущего практически увеличился вдвое. Немного сложнее обстоит ситуация со статусом малообеспеченных. В прошлом году его могли получить домохозяйства, в которых доходы на каждого члена семьи не превышали 344 евро. Теперь же максимальный порог составляет от 305 до 436 евро на человека, в результате чего после 1 января некоторые семьи, общий доход которых не соответствует новым критериям, больше не смогут получить статус малообеспеченный. Чтобы уравновесить эту ситуацию, в конце прошлого года депутаты городской думы повысили порог доходов до 400 евро на человека. Таким образом, семьи, которые в противном случае потеряли бы свой статус, смогут продолжать получать поддержку и в этом году. Наши правила, принятые 1 декабря, были более благоприятны для людей, получающих статус малообеспеченного. И эти правила сохранятся для семей, воспользовавшихся возможностью получить статус малообеспеченного. Таких семей, кстати, более 500. Согранятся до окончания срока присвоения статуса. Это может быть 3 месяца, это могут быть 6 месяцев, но в отдельных случаях это может быть год. Социальная служба напоминает, что срок действия статуса малоимущего и малообеспеченного домохозяйства, истекший во время чрезвычайной ситуации, автоматически продлевается до конца марта этого года. Социальную поддержку могут получить не только те жители города, которым официально присвоен статус малообеспеченного или малоимущего, но и другие категории населения, а также любой долговпилчанин, оказавшийся в сложной жизненной ситуации. Мы своих горожан поддерживаем еще и инициативой самоуправления 46-ми обязывающими правилами, в которых есть очень много разных видов поддержки для социально малозащищенных категорий населения. В этой категории многодетные семьи, в этой категории афганцы, чернобыльцы, в этой категории одинокие пенсионеры, инвалиды. Самое большое в нашем государстве пособие по рождаемости ребенка, да, это 500 евро на человека. Мы неоднократно поправляли эти обязывающие правила для того, чтобы они более доступны были для жителей наших, исправляли разные юридические ситуации и так далее, чтобы наши жители в случае каких-то непредвиденных проблем в семье могли бы получить поддержку. Поэтому, если у вас возникают какие-то проблемы или наступает кризисная ситуация, смело обращайтесь в социальную службу для получения разъяснения по поводу того, можете ли вы получать поддержку от самоуправления. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.